У нас рождаются детки, самый маленький был 612 граммов. Он полежал, конечно, в этом кювезе и уехал в Саратов через две недели после жизни, но эти две недели у него были комфортными. И вот буквально две недели назад у нас был ребенок на 720 граммов. Он тоже жил в этом кювезе, неделю прожил, и мы с спокойной душой его отправили на дальнейшее лечивание в областную детскую больницу. По стандарту в нашем перинатальном центре должно быть шесть вот таких кювезов, но пока их четыре. Такое оборудование просто необходимо для выхаживания малышей, которые появились на свет раньше положенного срока. То есть вот если за эти полгода у нас уже 13 детей пожили в нем, если бы была возможность был второй кювез, то мы не только бы детей меньше килограмма, но и меньше двух килограммов тоже держали бы в более физиологических условиях. В таком инкубаторе создаются все необходимые условия для малышей, поддерживаются определенные влажности температура, имеются специальные накидки и противопролежневые матрасики, в общем почти как в мамином животике. И неделю назад во время празднования Дня молодежи стало известно, такой нужный инкубатор для малышей в Блаковском перинатальном центре будет. Главному врачу учреждения Наталье Мандяк вручили сертификат на 800 тысяч рублей от Саратовской ГЭС именно на приобретение современного кювеза. Кроме этого, директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова вручила еще один сертификат. Сцена приглашается директор детской музыкальной школы номер один Людмила Владимировна Гусева. Проходитель в пускайной школы вручается сертификат на основном 150 тысяч рублей, которые будут направлены на ремонт учительных классов в школу. Саратовская ГЭС уже не первый раз помогает детской музыкальной школе номер один. До этого в здании школы при поддержке предприятия был реконструирован фасад и отремонтированы классы. При этом сохранили прекрасную потолочную лепнину и старинный декор, присущий историческим зданиям старой части города. А на этот раз на средства, выделенные Саратовской ГЭС, приведут в порядок коридор и еще несколько классов. Мы очень активно сотрудничаем с многочисленными молодежными организациями, учреждениями, реализуем совместные проекты, оказываем им материальную помощь. И вот сегодня мы также традиционно вручаем сертификаты детской музыкальной школе номер один города Балакова и нашему перинатальному центру. Надеюсь, что молодым семьям, их детям это будет огромная помощь. Поддержка детского творчества, молодежи, молодых семей – это приоритетное направление благотворительной программы «Чистая энергия» Саратовской ГЭС. И учреждения-партнеры это чувствуют. И на своем отделении мы это чувствуем, и лабораторию они оснащают, и мам всегда поздравляют, причем даже не один раз в год. И мамы знают, что Саратовская ГЭС – это всегда хорошо, и мы ждем, когда же будет очередной день энергетика, чтобы мы всем счастливы. Благотворительная программа Саратовской ГЭС формируется всегда, исходя из реальной потребности партнеров предприятия. И благодаря вот такой адресной помощи теперь балаковских новорожденных будут выхаживать в современных инкубаторах, а юные талантливые музыканты станут заниматься в комфортных классах. ПОЕВДАЛТИКИ